Первый открытый фестиваль школьных музеев прошел в городском округе Люберца. Инициатором патриотического проекта выступили сотрудники музейно-выставочного комплекса. Школьники представили на суд профессионалов стенды своих образовательных учреждений. Какую оценку они получили за свой труд, расскажем в следующем сюжете. Случай, когда в одном помещении представлено сразу несколько музеев. Примечательно, что каждый по-своему уникален. Гордость 11-й школы, которая носит имя Героя Советского Союза Евгения Ларюшина, вот эта книга «Молодая гвардия». Казалось бы, ничего особенного, но на ее форзаце подлинный автограф Юрия Гагарина. 30 сентября 1965 года Юрий Алексеевич Гагарин приезжает в Люберце на 25-летие своего учебного заведения, именно ремесленного училища, к встрече с космонавтом, наши школьники, школу номер 11, и готовились большим энтузиазмом, потому что именно им и учителям. Школу номер 11 была предоставлена честь выступить с поздравлениями на том мероприятии. В тот момент у одной из преподавательниц, точнее Сергея Елизаветы Александровны, с собой был роман «Молодая гвардия», и она попросила подписать Юрия Алексеевича Гагарина эту книгу. Всего в Люберецком краеведческом музее представлено 17 стендов. Именно столько школ и гимназий приняло участие в первом конкурсном фестивале. Идея проекта родилась еще в 2019 году, накануне 75-летия Великой Победы. Но из-за пандемии воплотить его в жизнь удалось только сейчас. Мы собрали в одном месте все визитные карточки этих школ, потому что порой бывают люди друг к другу в гости не ходят. Проще прийти в какое-то одно место, где есть их невизитные карточки. Вот тем самым мы побуждаем, конечно, и патриотическое воспитание у наших, краеведческое воспитание, знать, откуда мы пошли, откуда наши истоки. Ну и, соответственно, гордиться нашей родной России, нашей родной страной. Работы участников судили по четырем номинациям. Лучшая экспозиционно-выставочная деятельность патриотической направленности и краеведческой. Лучший экскурсовод и уникальный экспонат. Перед членами жюри стоял сложный выбор, но сделать его, тем не менее, пришлось. В каждой категории определили лауреатов первой, второй и третьей степеней. В номинации «Лучшая экспозиционно-выставочная деятельность военно-патриотической направленности» лауреатом первой степени становится Военно-патриотический музей сцены Отечества, Танецкая школа, руководитель музея Ирина Владимировна Квартанова. Спасибо вам огромное. У жителей городского округа есть возможность увидеть конкурсные стенды и экспозиции своими глазами. Выставка фестивальных работ будет проходить в Краеведческом музее до 10 мая. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.